Всем привет! Ну что, уже последний пакет санкций, конечно же, стал болючим для граждан России. И стоит отметить, что уже Binance ввела ограничения для России. Теперь только вывод средств для пользователей с активами на сумму более 10 000 евро. То есть, если у вас на вашем кошельке Binance более 10 000 евро, то вы можете вывести ваши активы. И для пользователей, которые подходят под эти критерии, теперь будут доступны только функция вывода средств. Данная информация была опубликована, кстати, в чате технической поддержки Binance. И после того, как учетные записи таких российских пользователей будут переведены в режим только для вывода средств, они не смогут торговать на Binance или вносить дополнительные средства на свои счета. В Binance также заявили, что будут поддерживать санкции, если того потребует международное сообщество. Но пока что не планируют прекращать работу в России. То есть, таким образом, биржа Binance доступна для пользователей из РФ, но уже появились ограничения в торговле. И, соответственно, что нужно сделать сейчас первым делом, это вывести ваши деньги. Хочется отметить, что до этого еще, когда начались события в Украине, то есть, я заявлял, что следует, конечно же, перевести все на холодное хранение, потому что ранняя биржа Binance, она уже приходила к тому, что уже они активно пересматривали способы оплаты, чтобы обеспечить эффективность транзакции и предоставить пользователям лучший сервис. После тщательной проверки, перечисленные ниже способы оплаты, были исключены из списка Binance Peer-to-Peer. Это, в принципе, то, что Binance отключила российские санкционные банки от Peer-to-Peer. И это Сбербанк, Госпромбанк, Альфа-банк, открытие ВТБ, перевод с банковской карты России, МИР, SPB. И, соответственно, вот эти, конечно же, банки стали санкционными. Но пока что эта участь миновала Тиньков, Киви, Райфайзен, Пачтобанк, Росбанк, НТС-банк и другие. Поэтому здесь еще тогда было понятно, что следует, конечно же, перевести ваши денежные средства на холодное хранение. Также стоит отметить, что ранее в России, конечно же, решили наказывать за хранение криптовалюты вне бирж. И Ассоциация банков, она предложила вести уголовную ответственность, если вы храните криптовалюты вне бирж на холодных кошельках. Чем это, кстати, чревато для рынка и вообще какие последствия дальше будут. Что делать людям, которые сейчас торгуют активно на Binance, вы узнаете после небольшой рекламной паузы. Но спонсор данного видеоролика, лучший способ заработать серьезные суммы, не усугубляясь во все сложности графиков и торговых стратегий, возможно, при работе с профессиональными трейдерами, имеющими многолетний опыт в торговле. Это CryptMod.com. Платформа CryptMod входит в топ-компании по инвестированию и торговле на бирже. А они фиксируют одни из лучших результатов по прибыли с минимальными рисками. В состав команды входят только профессионалы, люди с большим опытом на мировых торговых площадках. При работе с данной компанией выплачиваются одни из самых высоких дивидендов на рынке. Многие знакомые работают с CryptMod. Уже долгое время и остаются очень довольны результатом. Надежность и безопасность – один из самых правил компании CryptMod. Поэтому рекомендую вам перейти по ссылке в описании, где вы можете познакомиться с этой платформой и самому заработать хорошие дивиденды. То есть, понятное дело, что таким образом, конечно же, если мы говорим о том, что сейчас действует, то, конечно же, мы видим, что есть предложение. Нет какого-то законодательства, нет пока что уголовной ответственности. Это пока что только предложение Ассоциации Банков России. И поэтому вы все еще можете купить биткоин, все еще можете скачать холодный кошель год, все еще можете на отдельном ноутбуке его запустить и хранить ваши непосредственно биткоины, синхронизируя на том самом отдельном устройстве, на том самом отдельном ноутбуке. Ну и в конце концов зашифровать ваш кошелек и скачать wallet.dat на вашу флешку. Таким образом вы себя так или иначе обезопасите. И я считаю, что сейчас, в принципе, тревогу нужно бить, но нужно бить правильно и выводить ваши деньги на холодное хранение. Если мы говорим про USDT, если мы говорим про то, чтобы непосредственно хранить деньги в тизере, то все-таки я предпочитаю хранить в DAI, он обеспечен эфиром. Поэтому я считаю, что в принципе DAI это стейблкоин, который, конечно же, в приоритете. Но, тем не менее, можно еще обратить внимание, конечно же, и на USDC. Но знайте, что данные, конечно, стейблкоина, они централизованы. И в тизере, по крайней мере, на MyEtherWallet уже были случаи, когда вводили черный список пользователей, которые занимаются мошенничеством и так далее. Поэтому ваш счет, ну, конечно, потенциально могут заморозить. Поэтому здесь определенно, если вы захотите и заявите желание хранить, то здесь доступен MyEtherWallet, вы просто заходите на этот сайт и делаете непосредственно кошелек. Если мы говорим про, опять-таки, Binance, про то, что будет дальше, то я считаю, что следует пока что вывести деньги из биржи. Так или иначе, ситуация должна нормализоваться, лишь потому, что Binance пока что не планирует прекращать работу в России. То есть, на сайт все это заходит дело. То есть, вы можете заходить в личный кабинет. Никто вам, в принципе, право запрещать не может. И поэтому пока что сейчас следует переждать. Что касается других новостей, очень важно то, что 19 мая будет активация Fork of EOS. То есть, это EOS монеты, которая находится, по-моему, на 50-м месте по капитализации. Это творение Дэна Ларимера. И вот 19 мая будет Fork. И потенциально, конечно, монета может вырасти. Сейчас мы ее наблюдаем. Конечно, по капитализации монета сейчас на 46-м месте. И сейчас уже она за неделю подросла на 20%. То есть, потенциал, конечно, монеты расти до этого события, до активации Fork of EOS действительно есть. По поводу, значит, других событий. То, что Fork Cardano, он тоже состоится 29 июня. Называется он Васил. И, соответственно, мы тоже до 29 июня, возможно, увидим рост. Ну, пока что вот такие дела. Вот такой пакет последних санкций от США. Соответственно, пока что ждем. Считаю, что пока биржу не отключили, пока к ней не запретили доступ, нужно, естественно, выводить деньги. Потом уже, в принципе, как только, возможно, нормализуется вся эта ситуация, можно будет обратно возвращаться биржу и торговать. Ну, и, по крайней мере, воспользоваться альтернативными биржами, которые, в принципе, еще дают право торговать и продолжать, в принципе, это делать. Но, единственное, что, конечно же, Binance это такая большая биржа, это огромная биржа, это крутой проект. И, действительно, очень жаль, что вот теперь условия торгов довольно-таки ограничены и доступен только вывод. Вместе с этим, конечно же, потенциально инвестиции в Binance Coin дальнейшие могут сократиться. И, соответственно, цена монеты потенциально может, конечно же, упасть. Упасть она может даже неплохо, поэтому я считаю, что здесь, конечно же, отчасти, возможно, мы и будем наблюдать падение данной монеты. Потому что уже, например, русские пользователи не будут вкладывать деньги в эту монету, не будут торговать. Соответственно, будет отток пользователей с бирж и это, опять-таки, тоже ударит по бирже. Если мы говорим про, опять-таки, рынок, про его, в принципе, настроение сейчас, то по Bitcoin пока что мы находимся на зоне поддержки. Пока что критического ничего не вижу. Соответственно, здесь у нас потенциал роста еще сохраняется там до отметки 43 тысячи долларов, даже 44. И пока что, в принципе, ситуация не критическая. По XRP то же самое. Мы находимся в треугольнике и здесь даже вырисовывается такой канал восходящий даже. То есть, если мы будем вот так вот пробивать, значит, линию по поддержкам, то, соответственно, у нас даже возможный скоро выход. То есть, довольно-таки хороший восходящий канал, очень бодрый. Поэтому здесь потенциально мы можем вырасти. На месячном таймфрейме ранее я вам обозначал то, что у нас, в принципе, по XRP планируется выход за треугольник. Движение обещает быть многообещающим. И здесь, определенно, Брэд Гарринхаус заявляет о том, что есть уже успехи в деле против SEC. Единственное, что SEC сама затормаживает процесс. Ripple компания могла бы уже давно решить этот процесс, если бы не SEC. Поэтому, в принципе, пока что наблюдаем задармаживание процесса, но он идет. То есть, Ripple уверенно наступает, уверенно. Конечно же, они продолжают выигрывать в суде, иметь преимущество, но, тем не менее, пока что так. Всем ночи с МК и до новых встреч. Одним из лучших вариантов на рынке, заработая высокую прибыль с минимальными рисками, является работа с профессиональными трейдерами, доказавшей свой профессионализм не на словах, а на деле. Поэтому рекомендую ознакомиться с платформой KipMod для максимальной эффективности ваших инвестиций. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова